Очень часто говорим про короткие разгибатели шеи, что много связано с ними проблем, что они склонны к укорочению, к излишнему напряжению, компенсируют слабость длинных разгибателей шеи. И с их напряжением связаны и синдром позвоночной артерии, и боли в затылке, головные боли, и давление большого, малого затылочного нерва, подзатылочного нерва. Что же все-таки из себя представляет эта группа мышц, короткие разгибатели шеи? Это несколько мышц. В состав коротких разгибателей шеи входят прямая мышца головы, большая и малая, и косые мышцы головы, верхняя и нижняя косые мышцы головы. Большая прямая мышца головы находится между остистым отростком второго шейного позвонка и затылочной костью, а малая прямая мышца головы находится чуть выше, между первым шейным позвонком и затылочной костью. И две косых мышцы головы, верхняя и нижняя. Нижняя между тем же самым мастистым отростком второго шейного позвонка и поперечным отростком первого шейного позвонка. И верхняя, касая мышцы головы, между поперечным отростком первого шейного позвонка и затылочной костью. И вместе они образуют группу коротких разгибателей шеи. Но не такие уж они и короткие оказались. Вот здесь мы в их натуральную величину воспроизвели, сделали реконструкцию всех этих мышц. И вот они, видите, образуют вот такую вот сеть вот здесь вот. Вот как они расположены. Вот это вот сбоку, вот она, вот эта вот нижняя касая мышца головы. То есть все эти, они называются не шеи мышцы, а головы. Вот эта вот нижняя касая мышца головы, вот она. Вот остистый отросток, поперечный отросток. И вот она соединяет их. И верхняя касая мышца головы. Вот затылочная кость и первый шейный позвонок. То есть вот достаточно, видите, достаточно длинные все-таки вот эти вот мышцы. И то же самое здесь уже прямые мышцы. Вот прямая мышца головы. Вот она большая между вторым остистым отростком второго шейного позвонка. И вот малая прямая мышца головы. И что происходит при их спазме, при их укорочении? Здесь происходит давление сразу нескольких структур. Вот в этом месте, между большой прямой мышцей головы и верхней косой. Это в принципе между большой прямой мышцей головы и верхней косой. Это вот в этом промежутке. Вот здесь вот. Вот здесь вот выходит подзатылочный нерв. Здесь выходит подзатылочный нерв наружу. И из-за их укорочения, из-за спазма этих мышц происходит его сдавление. Нерв сдавливается. И тем самым будет вызывать боли вот как раз в затылке. Головные боли в области затылка. Здесь же проходит позвоночная артерия. И тоже при спазме малой прямой мышцы головы, верхней косой мышцы головы происходит сдавление самой позвоночной артерии. Также при напряжении этих мышц будет ограничиваться движение в суставе между первым и вторым этими позвонками. Между первым и вторым шейными позвонками. То есть в норме, за счет сокращения вот этих мышц, как раз происходит поворот. Как раз происходит движение ротации. Потому что первый позвонок, он как раз поворачивается на зубе второго позвонка. Вот как раз он крутится в одну, в другую сторону. В этом движении как раз начинают участвовать вот эти вот косые мышцы головы. Вот первый позвонок, вот второй позвонок. Это вид спереди. Вот здесь вот находится зуб второго позвонка. Вот он идет прям от второго позвонка. И между вот этим зубом и внутренней поверхностью на первом позвонке, вот есть такой сустав. И как раз вот этот поворот первого позвонка вокруг второго, он осуществляется за счет движения вот в этом суставе. Между вот этим отростком, таким зубовидным, и суставной поверхностью на первом шейном позвонке. Вот вся эта группа мышц, коротких разгибателей шеи. По сути дела, если смотрим на места крепления, и видно, что вот, например, вот эти вот верхние и нижние косые мышцы, их основная функция это двигать первый шейный позвонок относительно второго. То есть это вот этот вот поворот, это движение в суставе между первым позвонком и зубом второго позвонка. А вот эти вот две мышцы уже, это прямая мышца головы, большая и малая, здесь они в какой-то степени уже участвуют как разгибатели. Вот. И получается так, что когда длинные разгибатели шеи не работают, то начинают включаться вот эти вот короткие разгибатели. Вместо своего привычного движения, вот этого поворота, вращения первого шейного позвонка относительно второго, вот эти вот косые мышцы, они начинают включаться в удержание головы. И при этом они начинают пережимать подзатылочный нерв, и возникает еще плюс компрессии самой позвоночной артерии. И возникает блок в суставе между первым позвонком и затылочной костью из-за спазма всех этих мышц. По сути дела происходит все то же самое, как и при дисбалансе любых других групп мышц. Когда перестают работать одни мышцы, их функцию на себя берут другие мышцы. То же самое происходит с длинными разгибателями шеи. Когда они выключаются, вместо них начинают участвовать короткие разгибатели шеи. И в первую очередь, как вот мы видим из строения всех этих мышц, страдает движение между первым позвонком и вторым позвонком. И между первым позвонком и затылочной костью. Эти суставы перестают полноценно двигаться из-за спазма тех мышц, которые должны участвовать именно в движении, в их движении. То есть, они должны двигать эти суставы. И из-за того, что это происходит, из-за того, что есть спазм мышц, есть ограничение подвижности в суставах между первым и вторым позвонком, между первым позвонком и затылочной костью происходит, во-первых, механическое сдавление позвоночной артерии, большого затылочного нерва, малого затылочного нерва, подзатылочного нерва. Вот сколько уже здесь структур. То есть, вот эти вот все три нерва при своем сдавлении, они боль вызывают. Подзатылочный нерв выходит между большой прямой мышцей головы и верхней косой мышцей головы. А большой и малый затылочные нервы, они выходят в промежутке между первым и вторым шейными позвонками. То есть, сам подзатылочный нерв между затылочной костью и первым шейным позвонком, здесь в его компрессии могут принимать участие верхняя косая мышца, большая и малая прямая мышцы головы. А большой и малый затылочный нерв выходит между первым и вторым шейными позвонками. И в его компрессии уже принимают участие больше нижняя косая мышца головы. И часть длинных разгибателей шеи, которые проходят рядом, о которых позже вот точно так же разберем, уже не как группу длинных разгибателей шеи, а все вместе. И также, это уже мне вот самому кажется, если вот так вот подумать, между самими мышцами этими тоже может быть дисбаланс. То есть, если мы вот видим, вот здесь вот, то есть, вот сейчас я сам, вот я как бы, вот сейчас воссоздал их размеры, вот этих мышц, как на таком макете, да, и я сейчас вижу, что они не такие уж и короткие, да, они называются короткие разгибатели шеи, но это потому, что они относительно длинных разгибателей шеи короткие. А так, видите, это такая достаточно большая мышца. И здесь мы, я думаю, тоже можем столкнуться с такой проблемой, что когда, например, одна косая выключится, будет укорочение другой косой мышцы. То есть, здесь между ними тоже должен быть баланс. И здесь мы можем столкнуться с тем, что, например, когда нижняя косая мышца выключается, может быть укорочение верхней косой мышцы. И наоборот. И то же самое может быть с прямыми мышцами головы. Между правой и левой должен быть баланс. И между большой и малой. То есть, здесь необходимо еще тоже устранять триггерные точки в этих мышцах. Для того, чтобы они могли полноценно работать. Для того, чтобы было полноценное движение вот в этих суставах. В первую очередь, между первым позвонком и затылочной костью. Здесь, как мы видим, чтобы добраться до этих мышц, на них воздействовать мы можем со стороны спины, с задней поверхности. Вот здесь у нас находится прямая мышца головы, большая, под ней малая. А чтобы нам добраться до косых мышц головы, здесь больше с боковой поверхности придется нам здесь заходить. Но нужно учитывать, что все это еще сверху покрывает длинный разгибатель шеи. Еще покрывает верхние трапеции. Каким образом воздействовать на разгибатели шеи? Что с ними делать при их спазме, их укорочении? И как привести в баланс длинные и короткие разгибатели шеи? Как устранить функциональные блоки между первым шейным позвонком, вторым позвонком и между первым шейным позвонком с затылочной костью? Все упражнения на разгибатели шеи мы разберем уже после того, как подробно также разберем длинные разгибатели шеи. Потому что нужно в комплексе заниматься сразу и короткими разгибателями шеи, и длинными разгибателями шеи. Потому что нет смысла тренировать вот эти относительно маленькие мышцы и убирать их укорочение, когда у вас мощные длинные разгибатели шеи в плохом состоянии. Вот о них поговорим в следующий раз. Также отдельно каждую из них разберем и посмотрим. Если раньше мы говорили просто о слабости, например, длинных разгибателей шеи, то сейчас подробно рассмотрим, какие мышцы входят в состав длинных разгибателей шеи, и какие из них чаще всего выключаются, чаще всего могут быть причиной различных болей, смещений позвонков. Вот это вот все в следующий раз разберем. И уже потом вместе разберем подробные упражнения на сами длинные разгибатели шеи, короткие, и как самостоятельно на них воздействуют, вот в том числе мячиком, как в прошлый раз мы делали, со средней ягодичной мышцей. Все будет.